SCP-3998 СП-3998 Для предотвращения доступа к кислороду СС-3998-1 должна быть огнеупорной и герметичной. Уборка СС-3998-1 и SCP-3998 запланирована на каждый день в 9 утра. В случае внезапного воспламенения любого сотрудника класса D, герметизация сейфовой ячейки содержания SCP-3998 должна быть проверена и при наличии повреждений отремонтирована или обновлена. В целях безопасности в зоне 39 прежде всего содержатся сотрудники класса D, осужденные за умышленные убийства и обвиненные в домашнем насилии. Если будет установлено, что сотрудник подвергся нападению со стороны 3998, то с ним должно быть проведено разбирательство, после чего он должен подвергнуться обработке. Описание SCP-3998 это труп человека погибшего в конце 17 века. SCP-3998 лишен ног, а также покрыт ожогами четвертой степени по всему телу. Через некоторое время после смерти останки SCP-3998 были собраны вместе и скреплены прутьями для плетения, гвоздями и проволокой, после чего им придали пузу пугала. Наряду с тяжелыми ожогами SCP-3998, по-видимому, пострадал от нанесения ударов тупым предметом по разным участкам тела. Однако остается неясным, что послужило причиной смерти SCP-3998. Ожоги, тупые травмы или то и другое. Смотрите экспертизу 3998-6. Из кости объекта постоянно сочится легковоспламеняющаяся жидкость, в состав которой в основном входит этанол и человеческий жир. Каждую ночь между 23.00 и 4 утра SCP-3998 воспламеняется и охватывается пламенем. Тем не менее, несмотря на то, что объект является легковоспламеняемым, SCP не подвергается какому-либо физическому ущербу. Когда SCP горит не содержащим надлежащим образом, ближайший человек, отвечающий определенным критериям, также спонтанно воспламеняется. Жертвами этого SCP становятся люди, убившие на людей, убивших человека непредумышленно или в целях самообороны эффект не распространяется, или подвергавшие своего романтического партнера физическому насилию. Если SCP-3998 не способен воспламенить сам себя, то он не сможет воспламенить своих жертв. Вместо этого у субъектов, которые должны были бы стать жертвами SCP-3998, появляются слабые боли в области груди или затылки. Во время горения в желудке у жертвы появляется большой объем кипящего этанола. Приток такого большого объема алкоголя обычно вызывает рвоту, который является причиной получения дальнейших внешних ожогов, а также зачастую необратимого повреждения нервов и органов, если жертва пережила первое воспламенение. В конечном счете жир жертв, прежде всего в области туловища и живота, начинает плавиться. Этот процесс будет протекать невероятно быстро, нередко являясь причиной внутренних повреждений, если жертва потушит до того, как она умрет от ожога в четвертой степени. Если не контролировать этот процесс, то совокупность плавленого жира и этанола станет причиной насильственного разрыва желудка, отчего во многих случаях во время процесса жертва разрывается на две половины. Субъектов, подверженных воздействию SCP-3998, будет невозможно потушить до тех пор, пока SCP-3998 не будет потушен сам. Приложение. 3998.0. Документы об SCP-3998. Далее приведен частичный свод документов и материалов, связанных с SCP-3998, наряду с соответствующими переписками и статьями, обнаруженными на участке, где изначально был найден SCP-3998. Эти документы могут быть просмотрены только сотрудниками со специальным уровнем допуска, 3998, администратором зоны 34 и смотрителями. Приложение D3998-1. Дневник. Предисловие. Ниже приведена выдержка из дневника, который был найден в Салиме. Он относится к соответствующему периоду времени и имеет отношение к SCP-3998. Имеющиеся документы свидетельствуют о взаимосвязи между SCP и некой Кэндис Хейс, жительнице Салема в XVII веке. Большинство из них было найдено в подвалах и чердаках исторических зданий, расположенных неподалеку от места обнаружения SCP-3998. Дневник 1. Автор Мэри А. 1682 год. Мы присутствовали на женитьбе Эйдена Хейнса и Кэндис. Кэндис выглядела довольно подавленной. Отец этой госпожи потратил немало сил, чтобы она вышла замуж, да еще и за такого уважаемого господина, как Эйдена Хейса. Было бы весьма прискорбно, если бы она не была признательна этому. Дневник 2. Автор Мэри А. 1683 год. Кэндис совершенно изменилась. Раньше она всегда ходила с собранными волосами, но сейчас она распустила их. На ней были синяки. Она все время искала повод для того, чтобы побыть в одиночестве и побрести в лес. Дневник 3. Автор Мэри А. 1683 год. Сегодня кое-что пробудило мой интерес. Маргарет сказала, что Кэндис в последнее время отлынивает от своих женских обязанностей. Вдобавок я слышала, что заставляя Эйдена злиться, она может быть плохой женой. Теперь понятно, откуда у нее эти синяки. Дневник 4. Автор Мэри А. 1691 год. Когда я стирала свое белье, я услышала, как Кэндис кричала на своего супруга. Я вышла спросить у нее, в чем же дело. Но она огрызалась на меня, назвав меня «сующий нос не в свое дело». Хоть все это ее неуважение и насмешки из ряда вон выходящее, но все же ожидаемо. Я подумываю рассказать об этом другим женщинам. Дневник 5. Автор Мэри А. 1692 год. В последнее время до меня доходили слухи о тревожных вещах, связанных с Кэндис. С тех пор, как она повенчалась с Эйденом, она блуждала все больше и больше. А еще, судя по слухам, дошедшим до меня, она не заинтересована в мужчинах. Должно быть, дьявол овладел ей. Возможно, Эйден знает, что нужно сделать с этой блудницей. Завтра я расскажу ему. В приложении интервью 3998.0 Предисловие. Ниже приведенное интервью было приведено 8 июня 1693 года судьей Уильямом Стоутоном и комендантами Салема. Интервью было отредактировано для обеспечения большей ясности. Уильям Стоутон. Когда был предъявлен твой ордер на арест, ты уже сбежала. Это нежелание говорить, пока ты не была заклевлена. А также свидетельство твоего супруга ставит тебя под подозрение. Что скажешь в свое оправдание? Кэндис Хейс. Мне нечего сказать, я не стану врать, сии обвинения обоснованы. Уильям Стоутон. Ты признаешься в том, что являешься ведьмой, а также в том, что общалась со злым духом. Кэндис Хейс. Да, но сердце ее вовсе не зло. Уильям Стоутон. Что в имя Господа вывело себя на скользкую дорожку, что ты начала совершать столь омерзительные поступки? Кэндис Хейс. Они не омерзительны. Они бы сработали с кем угодно, будь они детьми Господа, дьявола или кого-либо другого, а не своего рода средства. Уильям Стоутон. Ты так и не ответила на поставленный вопрос. Кэндис Хейс. Разве это не очевидно? Я не желала вступать в брак, однако меня отдали замуж за подонка в церкви моего отца. Он не уважал меня. Для него я всего лишь его имущество. Уильям Стоутон. Идешь по стопам, Лилит, но сие есть место для женщины. Тебе всего лишь требовалось быть хорошей женой. Кэндис Хейс. Замолчите, каким образом я должна быть хорошей женой для человека, которого я терпеть не могу? Мне важна только Кловис и никто другой. Моим предсмертным желанием было бы увидеть этого ублюдка, склонившегося на колени, и чувствующего тоже больше, что чувствовала я. Уильям Стоутон. Кловис? Это имя беса, овладевшего тобой? Оно заворожило тебя? Кэндис Хейс. Меня заворожила госпожа, но не тем образом, о коем вы могли подумать. Уильям Стоутон. Это не имеет значения. Ты уже признала обвинение. За свою дерзость ты обвиняешься в том, что ты ведьма, и приговариваешься к сожжению на костре. И мы посмотрим, как твоя Кловис обойдется с тобой в аду. Во имя нашего Верховного Лорда и Леди Короля и Королевы. Да смилуется Господь над твоей душой. Кэндис Хейс. Так тому и быть. Документ 3998-3. Жителям всей деревни. Казнь. Ведьма. 10 числа июня 1693-го. Эндис Хейс застал свою супругу Кэндис во время сношения с дьяволом и одним из злых ангелов. Злая ведьма была справедливо осуждена и приговорена к смерти путем сожжения. Придите в центр города, если у вас представится такая возможность. Нам нужны верные люди, готовые стать между дьявольской блудницей и нашими молодыми женщинами. Хейс богобоязненный гражданин, ставший жертвой ведьмы, попросил разрешения быть одним из тех, кто зажжет костер. Приложение «Письмо 3998-4». Дорогая Кэндис, если ты это читаешь, значит что-то пошло не так. Должно быть ты сейчас сердита, сбита с толку и возможно подавлена. Ты продала мне свою душу, когда была молода, и с того момента мы были вместе. Теперь, когда ты мертва, твоя душа принадлежит мне. Но она мне вовсе не нужна. Мне нужна ты. Мне жаль, что нас поймали. Мне жаль за то, что тебе пришлось пережить за эти годы. Даже если меня нет рядом с тобой, я все еще здесь. Ради тебя. Посему я вернула тебя. Они бросили тебя в огонь. Но для того, чтобы сделать тебя тобой же, мне нужны лишь твои кости. Мне пришлось снять с тебя плоть. Мне не удалось спасти твои ноги. От них слишком мало осталось. Я сделала их из того, что нашла. Я сплела твои кости тем, что было на земле. Тебе надо найти ногам замену. К слову, хочу тебе сказать то, что ты точно хочешь услышать. У твоего супруга полная полка джина. И хоть возгораешься ты легко, на этот раз огонь лишь сделает тебя сильнее. Ты в состоянии заставить его страдать так, как не страдала ты. Он будет молить тебя о том, чтобы попасть в ад. Больше тебе никто никогда не причинит вреда. Я тебя люблю, прощай. Кловис. Приложение документ 3998-5. Предисловие. Ниже приводимый документ является выдержкой из сайта с городскими легендами о сущности, названной плетеной ведьмой. Учитывая подкрепляющее доказательство, данная сущность гипотетически является Кэндис Хейс. Плетеная ведьма. Жила-была молодая девушка, обвенчанная не по своей воле. Хоть она и ненавидела того, за кого его давали замуж, но по велению своего отца она должна была родить детей для его церкви. Увидев это, дьяволица пришла к девушке, когда та прогуливалась по лесу. Сукуб взяла ее за руку и сказала, я могу помочь тебе прожить жизнь, как ты хочешь. Тебе просто надо отдать кое-что взамен. Тебе нужна моя душа? Спросила девушка. Да, ответила дьяволица. Я стану богатой? Спросила девушка. Силой, которую ты получишь, тебе не будут нужны деньги, ответил дух. Будет ли у меня тот, кто полюбит меня по-настоящему? Спросила девушка. Сделав паузу, дьяволица ответила, я не знаю. Обдумывая предложение, девушка спросила, что ты будешь делать с моей душой? Дьяволица удивила этот вопрос, но она продолжила сохранить хладнокровность. И она сказала, ее просто поглотят ни больше ни меньше. Девушка приняла предложение. И на протяжении 10 лет она встречалась с дьяволицей каждый день, тем самым сближаясь с ней. Она приносила ей ягоды и всякие безделушки, а та в свою очередь давала ей советы и свою поддержку. Она ответила на ее вопросы и обучала магии. Девушка стала ведьмой, использовала свои способности для того, чтобы издеваться над своим мужем, так как он издевался над ней. Как-то раз свой муж проследил за ней и увидел, что она вытворяет с хвостом дьяволица. Он тихо вернулся в город и собрал толпу. Они привязали девушку к колу, сломали ей ноги и повесили ее, подобно пуглу, после чего сожгли. Ее тело было брошено вниз с горы, но это не помешало дьяволице найти его для того, чтобы вернуть ей душу. Дьяволица обмотала кости девушки камышами, и огонь ее души оживил девицу. Но огонь поглотил ее, и она захотела, чтобы ее муж был также поглощен огнем. Среди ночи она облила себя джином мужа, после чего подожгла себя вновь. Она вытащила своего мужа из кровати и наварилась на него. Она обожгла его лицо, и большим пальцем за свои руки она вынула его глаза из его же черепа. Его плоть растекалась по полу, а тот запах можно было услышать по всему Салему. Она схватила его за ноги и тянула их, пока те не оторвались, чтобы снова ходить с их помощью. Только один вышел из горящего дома, и это была она. Его тело так и не нашли. Одни говорят, что он выбрался из-под обломков, тщетно ища свои ноги. Другие, что ведьма куда-то утащила его тело, для того, чтобы продолжить мучить его. Но большинство говорит, что сейчас он находится в аду с отворенным ведьмой, где он все так же продолжает гореть, и приносить туда себе подобных, где он карает их веками. Что касается самой ведьмы, наверняка сказать можно лишь одно – плетеная ведьма жива. Приложение экспертизы 3998-6. Предисловие. Ниже представленное обследование SCP-3998 выявило несоответствие в структуре положения костей. Новые данные опровергают изначальное предположение о том, что труп принадлежал к Энди Хейс. Ниже приведено медицинское заключение. Умерший. Неизвестно. SCP-3998. Раса Европеоид. Полмужской. 32 года. Адрес места жительства удалено. Род занятий неизвестно. Вид смерти. Насильственное найден мертвым. Подозрительное. Странное или неестественное. Следственный орган фонда SCP-зона 34 отделка. Характеристики тела без одежды. Глаза неизвестно. Волосы черные, усы черные, борода черная. Вес 5 кг. Рост 0.9. Температура тела 30 градусов. Дата и время ублюдо. Повреждения и ранения. Ребрам и черепу SCP-3998 был причинен сильный ущерб. Предположительно посредством нанесения ударов тупым предметам. По всему телу, рукам и голове расположены ожоги четвертой степени. Глазницы повреждены. Ноги отсутствуют и, судя по всему, были ампутированы после смерти. Возможная причина смерти – ожоги четвертой степени или травма черепа. Род смерти – убийство. Приложение 3998-2. После постановки SCP-3998 на содержание в штате Массачуссесс заметно увеличилось число убийств в день с 0.32 до 0.48. Значительная часть этих убийств была совершена путем поджога, а жертвы были причастны к совершению насильственных преступлений. Жертвы покрыты обширными ожогами четвертой степени и выпотрошены с груди до таза. Информацию о смертях не удалось сдержать из-за обнаружения трупов гражданскими лицами, которые приписали к этому легенду о плетенной ведьме. Общественность убедили в том, что лицо, виновное в совершении убийств, является серийным убийцей, использовавшим легенду о плетенной ведьме в качестве источника вдохновения. Для захвата и постановки виновного в убийствах лица на содержание перегласификация объекта Д.Евклина находится в процессе рассмотрения.